Денис, Денис, так как же, где же поставить палатку в Стамбуле? Как же найти это место? Находите парк и ставите палатку. Ну вот непосредственно этот парк, где он находится? Недалеко от района... Кидикей? Кидикей. Метро, да? А чем этот район знаменит? Здесь находится причал, к которому отходят местный транспорт через Босфор. То есть корабли, которые перевозят людей, регулярно совершают рейсы с этого берега на тот берег. Поскольку я понял, они даже ходят по нескольким маршрутам. То есть на другой берег можно тоже попасть в разные точки на них. Это находится буквально вот там километр меньше даже. Метро и вот этот портик, да, этот? Да, да, да. А этот парк имеет какое-то название? Я еще сейчас не помню. А как ты его нашел? Нашел по навигатору. Уже когда был в Стамбуле или когда дома был? Уже когда был в Стамбуле, буквально вот за час мы здесь заночевали. А во сколько здесь мы заночевали? По-моему, около полночи, двенадцать вечера. Двенадцать часов ночи, да? Да. Повадка, ну, с виду, как бы кажется, что такая марка. На самом деле вот оттуда с набережной ее незаметно. Моя чуть темнее. Вот она здесь в таком формате. Вот такие вот путешествия, вот такие вот поездки. Так что в Стамбуле можно поставить палатку прямо на берегу Босфорского пролива. И утром встречать там солнце. Здесь, кстати, солнца нет. Здесь вообще очень уютно, хороший воздух, тепло. И не жарко, не жарко в палатке. Там кораблики мимо проплывают, красивые. И пение птиц, пение птиц и тому подобное. Раннее утро в Стамбуле. Раннее утро в Стамбуле. Сейчас здесь без десяти восемь. Без десяти восемь утра. Вот такой вот вид на Босфорский пролив. Проплывает там вот такой вот катерок, я думаю, видно. И это набережная, набережная парка рядом с метро Кадикей. Рядом с метро Кадикей. Вот, я думаю, там вот виден большое-большое количество построек, домов и тому подобное. Это раннее утро. Вот такой вот ранний город. Вот такой вот пролив. Там вот, там вообще он виден красный танкер, который куда-то плывет. Сложно сказать, куда он плывет, но достаточно интересно. Вот, ну а мы сейчас находимся непосредственно в парке. Парке, что же мы делали и почему мы оказались в такую, в такую рань вот именно в этом парке. А именно в этом парке мы и поставили палатку для того, чтобы заночевать. Для того, чтобы заночевать непосредственно в этом парке. Парк находится буквально где-то 500 метров от метро Кадикей и от местного порта. Ну, порт с одного, такой порт как бы для людей созданный. То есть он не для грузов, а для людей. Порт примерно вот там вот, вот в тех краях. То есть, и, кстати, метро вот там же тоже находится. И именно в этом парке, вот именно в этом парке мы и поставили палатку. То есть, собственно говоря, вот там вот за кустами стоит наша палатка. И сейчас я планирую непосредственно к ней подойти. Ну, а без 10-8 здесь действительно в этом парке. Вот здесь вот по этим площадкам, по этим таким ручкам бегают, ходят люди. И люди, кроме того, еще катаются на велосипедах. Здесь вот, я думаю, видна велосипедная дорожка. Ну, и тоже, кроме того, я думаю, вы можете заметить, что Истамбул, Буюк, Шехир написано. Вот. Истамбул, Буюк. Значит, большой Шехир город. Вот это слово для меня пока еще я не могу перевести. Но кто знает, переведите. Сейчас пойдем в сторону палатки. Опять же, я думаю, ну, вы видите то, что написано Истамбул. И непосредственно сейчас, непосредственно сейчас мы двинемся к нашим палаткам, где мы переночевали. Сейчас буквально здесь где-то 10 метров от вот этого места, где люди ходят, занимаются утром спортом. Вот там человек крутит головой, крутит руками и тому подобное. Вот. И именно в этом месте мы спали. Нюанс этого места заключается в том, что он достаточно близко находится к метро. То есть мы вышли, прошли всего лишь 500 метров. И уже можно поставить палатку. То есть вот мы так вот идем. И палатки не особо заметны, если смотреть со стороны. Не каждый заметит наши палатки. Очень близко здесь крупные и большие дома. 5-7 этажей. Кафе и тому подобное. Ну, спалось нормально. Единственное, в чем был нюанс, что вот в этих деревьях, я думаю, вы и сейчас, может быть, слышите, орут, кричат птицы. Орут, кричат птицы. И они, конечно, нас и ночью немножко разбудили, и рано утром тоже нас разбудили. Но в то же время здесь красивые вот такие вот деревья, посадки. Кто там биолог, может, знает, что это за дерево такое. Напишите в комментариях, пожалуйста. Будет интересно почитать. Вот такое тут еще дерево, такое цветущее. Цветущее дерево. Ну и мой друг, товарищ, установил свою синюю палатку, достаточно заметную, вот прямо здесь. Да. Что ты можешь сказать по поводу то, что вот ночевка, ночевка, переночевали здесь, прямо в Стамбуле? Ну, очень открытое и заметное место, но, несмотря на это, не было никаких проблем. Никто на палатку не встречался ночью, никакую полицию не вызывал. Так что все прошло отлично. Даже выспались. Ага, будем знать, будем знать. А как птицы? Птицы? Ну, чаще печут. Ну, падут, да, подутрием на что-то. Очень там. Буяни, птицы буяни. Да, птицы буяни. А там сверху еще какой-то кафе, но кафе очень тихо. Очень тихо. Во, как все интересно-то. Ну, а вход в мою палатку немножко вот так вот забаррикадирован, можно так сказать, такой листвой красивый. И, можно сказать, даже вот такими вот лианами, которые красиво вот так вот. Это, по-моему, возможно, это хмель. Возможно, это хмель, но, может, я ошибаюсь. Которые вот так вот интересно обвили дерево местное. Вот моя палатка сейчас открыт. Вот, пускай пока какое-то время еще будет. А мы пока еще подойдем к Денису. Мы решили, кстати, его здесь в Турции называть Деном. По причине того, что кругом море. И он тоже называется Денис. Вот, Кара Денис. Мармара Денис. Да, кстати, Мармара. А, кстати, Синичка. Смотрите, Синичка. Бегает Синичка прямо у кого в палатке. И не боится. Смотрите, Синичка. Очень близко подбегает. Вот. И чего-то здесь живет. Вот. Как близко. Вот вообще совсем очень близко Синичке. То есть Синичка здесь. Вместо белок, как у нас в Москве, например, да. Сейчас она в палатку, по-моему, заберется уже. Синичка. А это нету. Сейчас, да, у нас хлебные запасы у нас закончили. Причем Синичка здесь не одна. Денис. А какие у тебя предположительные планы еще по Стамбулу? Ну, увидеть этот город. Мы вчера ничего не видели. Только доехали на автобусе. И посмотрели на залив. Я думаю, тут еще очень многое. Можно посмотреть, увидеться. Насладиться. Серьезно. Хорошо. И действительно, вот рядом на набережной проплывает вот такая вот штуковина, которой можно насладиться. Буквально выбежав из палатки, увидеть вот такое вот водное транспортное средство с турецким флагом, которое проплывает мимо этой набережной. Ну, и непосредственно, конечно, наблюдать другие водные транспортные средства, которые здесь в большом количестве находятся. И белого цвета, и красного цвета, и вот этот вот, который вот желтый, тоже мимо нас проплыл. И, кстати, заметьте солнышко. Здесь солнышко. Вот. Вот такой вот вид. Ну, а если еще ближе подойти, вот непосредственно встать на вот эти камни, которые здесь ограждает набережную, то можно совсем услышать шум моря. Шум мраморного моря. Мармора днис. Ну, и снова лицезреть вот эти проплывающие водные транспортные средства. Катера, танкеры и другие такие штуковины. А вот там, я думаю, все-таки вам заметен, что город, ну, вот там небоскребы, прям вот, какая-то вот гора, там такая возвышенность. Вот красный тут плывет такой вот. Вот этот навстречу белый плывет. А здесь вот такие вот камни, они, ох, наверное, давно уже положены. Там внизу, прямо вот, которые в воду поросли водорослями. А здесь вот такой вот вид. Люди с детьми, прямо с детьми занимаются спортом. Вот можно заметить, что мужчина бежит с коляской. С коляской бежит и занимается спортом. Занимается спортом. Вот такие вот здесь все спортивные спортсмены. Вот, ну, а наша палатка, вот я думаю, вот там. Вот, а, ну, вышло уже солнышко, и там практически не видно. Но палатка, Денис ее еще собирает, свою палатку. А я пока еще даже не приступал к сбору палатки. Но, тем не менее, сейчас подойду и этим тоже займусь. Непосредственно уже сбором палатки, чтобы собрать рюкзак и пойти гулять по городу. Опять же хочу добавить, что мы находимся на одном берегу, на одном берегу Стамбула. А вот в тех краях, в тех краях, там другой берег Стамбула. На нем можно переплыть либо на каких-либо вот таких водных транспортных средствах, либо воспользоваться метро. Линия метро, соединяющая один берег с другим, существует. Мы вчера этого местного человека узнали. Ну что ж, всем большой привет. Жду ваши комментарии, будет очень интересно их почитать. Всем большой привет из Стамбула в апреле. Да, кстати, сегодня 27 число, 27 апреля. В 8 утра. Ну а я пойду собирать палатку. Вот такой вот здесь парк, то есть вот он продолжается. Собственно говоря, мы сейчас вместо своей ночевки, вместо своей стоянки двигаемся. Снова в сторону метро Кадикей. Потому что там есть кафе с вайфаем, и порт, и вообще цивилизация. Вот там вот город. Ну а ночевали, повторю, значит, мы вот в тех краях. Вот примерно вот там вот ночевали. А, двигаемся дальше. Пора поспешить в сторону города. Кстати, видели дельфинов. Тут еще и дельфины плавают. Дельфины реально такие прям немаленькие. Дельфины.